друзья всем привет меня зовут марина я приветствую как всегда вас на своем канале сегодня будет у нас парфюмерный тег то есть я буду отвечать на вопросы касающиеся парфюмерии первый раз я провожу такой тег никогда никакие теги я не снимала этот эти вопросы я решила снять с позволения одного блогера татьяны из аризоны канал ее называется муза аромагии ссылку на ее канал я оставлю себя в инфобоксе кому интересно можете также познакомиться с ее деятельностью то какие видео она снимает так тег называется что для тебя означает твоя коллекция ароматов будет 10 вопросов касающийся парфюмерии итак первый вопрос какое значение имеет для тебя твоя парфюмерия практичная или ценная конечно же ценная потому что каждому я аромату я отношусь с таким трепетом с таким с такой нежностью то есть каждый аромат для меня очень важен очень люблю все свои ароматы даже несмотря на те на те которые я несмотря на то что некоторые я ношу редко но тем не менее все равно я их люблю второй вопрос какое отношение у тебя к накопительству тяготит или приносит удовольствие ну накопительством я не занимаюсь то есть каждый аромат я покупаю очень обдуманно очень так сказать подхожу серьезно к этому вопросу я все взвешиваю какой аромат я хочу какой для аромат сейчас для меня важнее какой мне стоит купить сейчас какой-то отложить на потом то есть накопительством нет возможно раньше да как бы я покупала вот знаете как бывает что ой понравился все и вот только попробовала все сразу надо брать ну нет сейчас я как бы я как-то думаю 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 и только потом покупаю скажем еще вопрос третий какая твоя любимая группа ароматов группа ароматов моя любимая это восточная с каким-нибудь гурманским там наклоном скажем так люблю такие ароматы более тяжелые но иногда конечно могу и полегче пользоваться потому что тут дело настроение но в основном я предпочитаю восточные пряные какие-то такие амбровые сандаловые вот такие я больше предпочитаю ароматы следующий вопрос четвертый какие ароматы носить неуместно или в ограниченном количестве но есть такой термин как парфюмерный этикет то есть многие конечно этого не знают что нужно как-то дозированно пользоваться ароматами особенно куда вы ходите скажем так какие-то учреждения там посещаете там того же врача или я даже не знаю куда то вы еще приходите где вы будете близко контактировать с незнакомым человеком то есть тут конечно тут норма должна быть аромата один пшик не более то есть не надо там сверху донизу обливаться потому что вы первую очередь должны думать не только о себе но и окружающих людям также и на работе то есть если вы где-то находитесь поблизости с другими людьми то тут тоже должно быть как-то все в ограниченном количестве ваш аромат должен быть то есть чтобы никого не задушить никому чтобы плохо от вас не стало потому что был случай когда я нанесла на себя куку мадемуазель или шанель шанс у меня был классической версии хотя я никогда не обливаюсь духами я раз-два и все не более а то и один зависимости от аромата я пришла в детскую поликлинику с ребенком и медсестра просто так заохала заахала от шока от моего аромата что и стала открывать эти форточки в таком бешенстве у нее такое бешенство началось но у меня это маленько в шок повергло потому что первый раз люди сошли с ума от моего парфюма но мне было как бы маленько не не то что неприятно но тем не менее человеку стало как-то не по себе но это крайне редко это люди которые не пользуются вообще парфюмом то есть как правило это так потому что я сколько раз встречала людей которые не пользуются парфюмом для них все ароматы это фу это это знаете не потому что они не переносят они просто никогда не пробовали не находили точнее для себя подходящий аромат то есть они там два три может быть попробовали своей жизни поняли что это не для них ну это как бы ошибочное мнение тут надо если человек хочет пользоваться ароматами даже несмотря на то что у него как бы такая идет дисбаланс такой идет с парфюмерией то как бы он все равно будет им пользоваться но за исключением тех людей у которые страдают там астмами аллергиями и так далее то есть вот эти люди конечно сюда они входят то есть это я говорю именно то есть за свою практику я встречала людей я говорю что повторюсь что фу-фу-фу как вы этим пользуетесь то есть но тут знаете тут это просто не знание ароматов не люди не знакомились не встречали подходящий для себя ароматы скажем так углубилась я сильно в этот следующий вопрос 5 тут как бы получается два вопроса в одном нравится ли тебе получать подарки в качестве ароматов и можешь ли ты подарить аромат из своей коллекции по просьбе друга я ни разу за свою жизнь один раз один раз соврала один раз получала парфюм в качестве подарка от моей подруги но это был один раз и все не более никогда никто мне не дарил парфюма как бы это не обидно не звучало но вот как-то никто мне его не дарил я же сама дарила я даже не это не пересчитать сколько раз я дарил ароматы я люблю просто сама дарить ароматы поэтому я делаю это с большим удовольствием даже несмотря на то что это мои любимые ароматы своей такой небольшой коллекции я все равно дарила ароматы ну как бы я не жалею об этом и мне нравится когда человек радуется когда он получает от этого удовольствие от этого аромата то есть я сама подпитываясь вот этой вот энергии скажем так то что человеку приятно обаять этот аромат обонять следующий вопрос 6 веришь ли ты в свойства аромата в ароматерапию может ли аромат воздействовать на чувство конечно конечно я верю в ароматерапию потому что даже когда у меня плохое настроение я ищу себе какой-то подходящий аромат у которого у меня сразу поднимается настроение как-то у меня сразу меняется обстановка скажем так вокруг меня и конечно то есть я считаю что аромат не играет немаловажную роль в жизни человека потому что аромат это не только как сказать ароматерапия но некоторые ароматы нас куда-то возвращают в какие-то моменты нашей жизни когда вы проходите где-то и вы слышите знакомый аромат когда как который когда-то вы слышали то есть он вам помогает вернуться в какой-то отрезок вашей жизни то есть ну скажем так хорошие да то есть что-то вам напоминает и вы о чем-то вспоминаете при помощи услышанного аромата то есть как бы я считаю что доводи воздействует на чувство человека и я считаю что это в принципе даже хорошо ну не будем включать моменты какие-то неприятные игры сейчас говорит про хорошие моменты нашей жизни 7 вопрос нравится ли тебе показывать свою коллекцию чужим людям ну как сказать чужим людям ну не то чтобы прям я скажем так я даже не знаю да я показываю незнакомым людям свою коллекцию она у меня небольшая но тем не менее мне не то что нравится показывать мне нравится обсуждать именно вот обсуждать ароматы разговаривать о них вот сам процесс вот этих вот показывание скажем так не то что я покажу я тебе покажу смотри у меня такая 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 нет вот именно не раз разговаривать какой до всему человека был там а вот у меня такой то там какое-то исключение то есть мне вот именно вот это мне интересно вот это то есть как бы я от этого получаю удовольствие так восьмой вопрос какой твой аромат счастья если честно у меня нет такого аромата не было до определенного момента хотя нет вот сейчас я начинаю думать я понимаю что у меня бы вот до то есть будем учитывать сегодняшний день да так как я отвечаю на эти вопросы я задумываюсь об ответах на эти вопросы то вообще мне всегда нравился шанель шанс в классической версии то есть как бы я у меня был прям парфюмерный запой с этим ароматом и я действительно получала удовольствие когда я им пользовалась то есть очень мне нравился этот аромат и нравится мне этот аромат но так как я стала знакомиться с новыми ароматами с нишевыми ароматами и у меня как бы мои мои вот такие вот скажем так любимые вот эти вот ароматы они плавно-плавно стали отходить на задний план и на данный момент будем говорить про сегодня да у меня к сожалению неполноразмерный флакончик у меня пробник которого я который я прям до самой капельки использовала это на на первый мой пробник который я вот именно до конца использовала это марка киллиан который мне очень нравится аромат в уменен голд он вот сейчас для меня аромат счастья он конечно не восточный аромат если не ошибаюсь он цветочно-шипровый он мне очень нравится я с таким удовольствием пользовалась я прям вот балдеют и узнаете такой леденцово-пудровый он для меня вот именно леденцовый когда сейчас когда вот как-то стало больше им вот уже в под конец пользоваться мне вот пудровость от это появилась то есть он настолько красивый настолько он женственный вот это вот леденцовость которая присутствует в этом аромате она вот как-то поднимает мне настроение и как-то вот прям ну настраивает меня такой на хороший лад очень мне нравится этот аромат я обязательно куплю полноразмерную версию этого аромата классный классный он такой сладенький то ароматике вот именно вы знаете когда я начала только пользоваться когда я заказала этот пробник чувствуешь вот знаете леденцы на палочки такие не лимонные нос какой-то вот как лимонад знаете как лимонад буратино вот такой вот лимонад и как будто его поместили в 1 палочку да и вот вы чувствуете этот запах вот этот вот сладенький такой очень мне нравится вот этот аромат упал он у меня классный классный и вот как-то на данный момент это мой аромат сейчас следующий вопрос девятый какие три аромата ты спасешь при утилизации всей твоей коллекции это был очень тяжелый конечно для меня вопрос потому что выбрать 33 аромата это очень тяжело для меня ну что я говорю все ароматы я люблю но так как у меня нету сейчас вот этого аромата в уман in gold я выбрала три аромата это который я меняла но выбрала более на допустим да мы же про утилизацию говорим но я бы выбрала спасла бы первый аромат это гипнотик по зон версии воды туалета dior второй аромат конечно же мой любимый killian love которым я пользуюсь и tom ford purfum noir tom ford noir purfum вот так да правильно вот эти три аромата я бы с удовольствием бы спасла хотя конечно спасла бы все унесла бы я не знаю в запазухах карманах и там в трусах я не знаю где я бы унесла все эти ароматы как постаралась бы все их спасти но три значит три как говорится и десятый вопрос с каким ароматом ты расстанешься не задумываясь вы знаете у меня нет такого что какой-то аромат для меня жалко потому что это же все можно приобрести но я сейчас не говорю про ароматы которые там сняты с производства да я стараюсь как-то к таким ароматом относиться нет у меня тяги их купить скажем так знаете почему потому что не хочу потом расстраиваться скажем так потому что если они сняты с производства их потом не будет а ты в этот аромат как-то влюбился но потом не будет возможности его снова купить придется о нем только ахать и вспоминать какой он был замечательный но только если из-за этого а так в принципе нет я могу в принципе подарить любой аромат расстаться потому что дай бог будет возможность как восполнить этот аромат поэтому я и дарила такие ароматы которые я очень любила и тем не менее их дарила и как-то не было у меня такое что зачем же я это сделала ну как-то все сейчас в нашем мире доступно все можно купить поэтому как-то вот я с легкостью в принципе расстанусь а вот именно конкретный какой-то аромат я я бы не смогла выделить такой вот аромат потому что я все ароматы очень люблю свои ну что друзья вот такое у нас было видео с вами надеюсь вам было интересно послушать что я тут а тут а про болтала рассказала вам может быть это помогло вам как-то саму но и немного познакомиться что-то узнать обо мне новое ну вот такие были 10 вопросов мне очень хотелось снять этот тег потому что говорю повторюсь никогда не снимала никакие теги периодически беру для себя на заметку чтобы я хотела снять на какую тему но вот этот тег не очень а татьяна сняла мне очень понравилось и я решила повторить ну и я как всегда желаю вам хорошего настроения всем спасибо и пока